Всем привет! С вами держатель микрофона Максим Исаенко и я на стадионе «Школьник», где сборная спортивной школы Полевского будет проводить заключительный домашний матч в зимнем первенстве Свердловской области по футболу среди команд юношей 2008-2009 годов рождения. В соперниках спортивная школа Олимпийского резерва, лидер из Верхней Пышмы. К сожалению, даже победа в этом матче ничем полевчанам не поможет, они уверенно занимают последнее место в турнирной таблице. Павел Павлов, тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Лидер» из Верхней Пышмы. В перерыве 1-1. Как можете оценить матч своей команды и соперника? Ну, пока игра такая идет, равная борьба, мало опасных моментов. Хотелось бы больше комбинационной игры. Ну, проговорю про нашу команду. Пока задачу ребята до конца не выполняют, будем надеяться, что во втором тайме поставленные задачи решим, добьемся положительного результата, выиграем сегодняшнюю игру. Ну, результат практически ни на что не влияет. Престиж только на кону. Да, результат уже в турнир таблицы не влияет, но хотелось бы, конечно, чтобы ребята закончили зимнее первенство на позитивной ноте, почувствовали уверенность, что можно выигрывать, побеждать. Хотелось бы взять три очка в сегодняшнем матче. И вот в перерыве матча рядом со мной президент Полевской Федерации Футбола Иван Моряхин. Иван Андреевич, ничейная пока игра 1-1. Какие-то прогнозы на второй тайм можно делать? Ну, все-таки результат ничейного он закономерен. Полевской забил трудовой гол, но более легкие забили соперники из Пышмы, то есть с углового закрутили мяч в ворота. Что можно сказать еще? Игра все-таки идет пока к ничейному исходу, но я думаю, пару голов мы все равно увидим. Еще во втором тайме. Ну и в первую очередь же все-таки идет, так сказать, показатель, ну, мастерства, можно сказать, потому что вроде весенний, уже такой весенний сезон начинается, весенний-летний, то есть мы переходим постепенно от зимнего сезона к лету. Если подводить итоги зимнего первенства, для полевчан последнее место заняли закономерно? Ну, это, скорее всего, был турнир на перспективу, то есть некий такой стартап перед летним сезоном, и, соответственно, команды подготавливаются именно играть уже на летний сезон, так у нас в спортивной школе отделение именно специфицируется на футболе. А как закончился этот матч, я расскажу вам в ближайшем выпуске спортивного дайджеста Time Out, поэтому не забывайте подписываться на канал Держатель Микрофона в Ютубе, Дзене и во всех социальных сетях. С вами был Максим Исаенко. Пока!